Добрый вечер в эфире Чисто Ньюс в студии Валерия Житков и сразу к новостям, которые показались нам интересны. Итак, Служба безопасности Украины разоблачила очередную схему подкупа избирателей. В организации схемы подозревается заместитель главы партии Батьковщины Валерий Дубиль. В преддверии честных демократических выборов это, конечно, неприятно, но радует одно – рынок подкупа перестал быть монополией власти и появилась здоровая конкуренция. С предстоящими фальсификациями каждый борется по-своему. К примеру, в Прилуках на домах расклеили листовки с именами и фотографиями местных жителей, которых назвали проплаченными агитаторами действующего президента. Вот только остается неясным, это было сделано в качестве критики, либо все же для рекламы людей, к которым можно обратиться за лишние тысячи гривен. Тем временем в Сумах полиция задержала двух граждан, которых заподозрили в скупке голосов в пользу кандидата Порошенко Петра Алексеевича. Но вскоре оперативная группа областного СБУ и прокуратуры прибыла в отделение полиции и стала проводить обыски у полицейских, которые были причастны к этому задержанию. Ну, как в детском споре, кто сильнее каратист или боксер, да? Я бы с удовольствием, конечно, посмотрел, кто кого – полиция, СБУ или СБУ-полицию, если бы это все происходило не в нашей стране. Недавно на своей странице в Фейсбук Олег Лешко разместил фото с игроком «Шахтер» и подписал его так. По дороге на Житомир, зустрив на заправке чудового футболиста донецкого «Шахтера» Миколу Матвиенко, за кавою обговорили план перемоги над немецким «Айнтрахтом». Напомню, что матч «Айнтрахт-Шахтер» закончился со счетом 4-1 в пользу немцев. Поэтому, уважаемые игроки «Шахтера», в будущем все-таки обсуждайте стратегию игры с тренером, а не со случайным прохожим на заправке. Но в целом надо отдать должное креативности лидера радикальной партии. К примеру, находясь в Днепропетровской области, Олег Лешко пообещал местным жителям, цитирую, «Кулы я крыватым Украиною, вси украинские соляны житомуть як вареныки в масле». Как всегда красиво. Правда, если вдуматься, звучит достаточно двояко. Ведь по статистике, вареники в масле живут не больше двух-трех минут. К другим новостям. Экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос в 980 раз. При том, что в Беларуси нет месторождений каменного угля. Вот так. Месторождений нет, а залежи, видимо, есть. Вообще уникальная страна Беларусь. Ранее там появились белорусские креветки, белорусский хамон, пармезан и вот и каменный уголь. В общем, ждем, когда в Украину станут поставлять белорусский газ и нефть. Интересная новость. Режиссер Никита Михалков заявил, что Украина и Россия потеряны друг для друга, так как невозможно изменить самосознание людей, у которых выходной в день рождения Бандеры. Напомним, что лидер украинских националистов родился 1 января. Представьте, какой ужас воспитает Никита Сергеевич Михалков, когда узнает, что и в России день рождения Бандеры тоже выходной. А сейчас я принесу слово нашему специальному корреспонденту Евгению Кашевому, который подготовил торжественный репортаж. Я не зря начал свой репортаж именно так, потому что в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе пройдет 91-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар». Мы воскресенья ждать не будем. Мы прямо сейчас здесь проведем свою собственную, такую, знаете, домашнюю, не пафосную, без всяких фраков и костюмов, свою церемонию награждения лауреатов премии «Политический Оскар». Никаких статуэток, орденов, медалей мы вручать не будем, потому что все мы с вами прекрасно знаем, если наши политики захотят, они их сами себе и вручат. Итак, «Оскар» за лучшую женскую роль получает министр здравоохранения Ульяна Супрун за отечественную версию фильма «Незламна». Андрей Порубий получает премию за лучший фильм на иностранном языке. Какой именно язык использует Андрей Владимирович, пока непонятно. Лучшая режиссерская работа. «Оскар» уходит в пресс-атташе президента Святославу Цеголко за то, что тот совершенно случайно снял картину «Плач ребенка». Тот самый, где Петр Алексеевич слышит плач мальчика через бронированное стекло и непременно приходит к нему на помощь. Лучший короткометражный фильм. Здесь мнения сошлись и, конечно же, вне конкуренции премию получает Ирина Луценко за роль в фильме «Рада» роль разочаровавшейся в системе чиновницы. Арсений Цинюк получает «Оскар» в номинации «Ремейк года». Еще ни один персонаж так незаметно не возвращался. Лучший саундтрек – бесспорный победитель Олег Лешко. Основная сложность была выбрать какую-то песню, где он хотя бы раз попал в ноты. Итак, лучшим саундтреком становится песня «Незабудка». «Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка, значит больше, чем года». Поверьте, Олег Валерьевич, если украинцы захотят, то, конечно же, не забудут такого исполнения. Оскар за лучший фильм получает вся Верховная Рада за киноэпопею, которая продолжается 27 лет под названием «Бла-бла-лен». За эти награды, конечно же, наши все политики должны поблагодарить свою маму, жену, тещу, брата, сестру. В общем, всех тех, на кого записан их бизнес. И в заключение, как вы все знаете, в этом году «Оскар» пройдет без ведущего. Ну, без лишней скромности хочу сказать, что мой воскресный вечер пока еще свободен. До свидания. Спасибо, Евгений. Мы продолжим, и у нас тревожная новость. В 2019 году в Украине решили практически не строить новые дороги. Строительство новых дорог по плану не превысит 5% от общего числа дорожных работ. Наконец-то, наконец-то о своем нежелании работать Украфтодор стал предупреждать заранее. Ну и теперь на фоне предыдущей становится понятна и следующая новость. Запорожский автомобилестроительный завод планирует выпустить партию тракторов. Что интересно, в пресс-релизе указано, что это выпуск пробной партии для изучения процесса производства. Ну, то есть, как всегда, сделаем, а потом посмотрим, получилось или нет. Напомним, что по такой же схеме ранее долгие годы собирали запорожцы, потом таврию и теперь вот трактора. Еще немного транспортных новостей. В Украинской области рассказали о грядущем подорожании билетов. При этом в ведомстве пока не знают, насколько тарифы вырастут. И сразу следующая новость. Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что космическое путешествие на Марс обойдется путешественникам в 500 тысяч долларов. То есть Маск смог посчитать, сколько будет стоить билет на Марс, а Букро-завязницы пока не могут посчитать, сколько стоит плацкарт до Харькова. На сегодня все. Хороших вам выходных. Встретимся на следующей неделе в четверг вечером сразу после выпуска ТСН. Берегитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...